По тебе только пройдут протопчаться. Значит, народу так нравится, как он хочет быть лохом. Это ж народ, это ж народ его выбрал. Народ голосует за тех воров, которые обворовывают этот народ. Чему ж на протязи, столько веков, столиц Украина, украинцы, а также народы, которые живут в этой Украине, а тем больше живут за последние годы независимости, там, где все образы керувания, правления в этой Украине, належат демократично народовому этому, который тут живет. Чему ж тоди украинцы и народы в Украине знаходятся стільки часу в дупе злочинной, або в дупе злодиев, крадеев, злочинцев. По-иншому сказать, почему украинский народ столько веков пребывает в воровской жопе. Раньше феодалов, потом баринов с холопами и так далее, сейчас олигархов и народишко-людишко простой. Это и есть единый организм с той только разницей, что те, которые находятся в жопе далеко, глубоко и вонючих, они всеми силами или не всеми просто стараются скарабкаться наверх тех, кто блаженствует на Каймановых островах и тому подобное. За счет ограбленного простого люда этого, который старается скарабкаться наверх и делать, и править, воровать так же само, как те, которые его, этот люд простой, который в жопе обворовывает. Вот и вся разница. Или с олигархами, буржуями, кабанами этими, сытыми, гнидами. И простым народом, который бедствует. Потому что это одно целое, один организм. По конституции не так, но это же бумага для людей, потому что у них такой характер холопский. И тут, о, подарок судьбы. Народ научился, народ эволюционировал после того, как увидел, что никакие Майданы не приносят счастья или даже справедливости. Народ ждал, ждал, вместо того, чтобы выходить постоянно, он ждал выборов. Вот дождался, народ психанул. И все же политологи говорят, что это революция, всех снерестил, всех сместил нахрен. Выбрал абсолютно других. Народ не может быть как единое целое, как единый мозг, к сожалению, справедливым. И поэтому эта несправедливость, забывчивость, очень легко потом этому же народу аукивается. Потому что психанул первый то Михаил Саакашвили, оказывается, ну все же помнят, что все находились в таком лачебном состоянии. Холуйство, рабство, пресмыкательство, мимикрию и облизывание вражеских, предательских бутов власти. А те, которые боролись, всех щемили нещадно. То есть, как оно выходит, получается, что уже Савка почти 30 лет нету, а народ все еще. И в поколение это все передает своим детям и тому подобное. Савка дисциплинированность. Тобто тупоумие Савковое. Но Савок распался от того же тупоумия и других массы грехов, атеизма и тому подобное. А тупоумие, грехи и атеизм такой же у людей и остался. И он прогрессирует в поколение и так и дальше. То есть, вот эти выборы, самые последние, напоминают то, как на выборчей дельнице наблюдатель он был на первых этих выборах первого тура. Там ребенок заходит с родителями, первое, кого увидел он, это фотографию Зеленского. И все, он млеет и начинает селфи, фото, школы, инстаграмы, шмастаграмы, поотправляет туда. Он в счастье. Так это ребенок, сколько там ему того ума надо. А тут здоровые дылды, родители, а также их родители. Здоровые же уже повымахивали. Мозг уже должен быть развинутым, чтобы что-то понять и хоть как-то анализировать. Потому что, ну, они же должны понимать, что сам Зеленский, он не сможет управиться, справиться с такой бандой и машиной, системой олигархической. Плюс люди в этой системе привыкли так, чтобы, насмотревшись сериалов красивых, там, где герои правильно выступают, правильные слова говорят, точно психологические мотивировки, кнопки находят у человека. И давят на эти кнопочки. И эти потом кнопочки приходят и голосуют. Но реально справиться, как с этой системой олигархической, когда сами люди, они хотят, чтобы с ними было как на курорте. Чтобы было так красиво, чтобы они боролись с олигархатом через Зеленского, чтобы это было пейзажное дефиле. Вот народ проголосовал, и он одной рукой смел этих олигархов. И народ, смотрите, какой я великий. Но это ж только в сказках бывает и в художественных фильмах или сериалах. А на деле выходит, получается, что народ хочет только, чтобы против его единицы, против него, против одного человека, который представляет миллионную массу народа, все и чиновники, и все-все поступали по справедливости, как в сериале. Вот он сейчас как проголосует, и все к нему будут поступать справедливо. Но он не будет ко всем поступать справедливо, он может воровать, взяточностью заниматься и всякой херней криминальной, и не только криминальной, а моральной всякой гадостью. То есть вот за это именно и проголосовал народ. Потому что он не выбрал Саакашвили, который реально под стельку всех, ну всех воров, естественно. Значит, получается, что народ воровитый проголосовал за то, чтобы это просто выглядело как в сериале. Чтобы какое-то время подавить, опять потом эта коррупция и воровство возобновилось. Вот такой народ. Вот и получается, что как Зеленский может надавить на олигархов, когда народу сказано то, что 40% капитала Украины в офшорах. В тех офшорах, куда даже всемогущая, вседостающая рука ФБИ, ФБР не может туда досягнуть. Потому что это офшоры, они там на островах. И если Зеленский, как в сериалах, начнет гонять олигархов, они тут такую девальвацию гривни сделают, такой коллапс. Если они заберут эти свои капиталы из Украины, выведут, выведут так, что заберут бабки и уедут на острова жить. И никто за ними не погонится, потому что это же в Украине обещано, а не в мире. Так что о чем мы говорим? Тогда, когда в Аргентину, и не только там Боливию, Бразилию, текали нацистские преступники, но реальные преступники нацистские, которые там в концлагерях херней занимались, вообще дьявольской, сатанинской. Людей полили, опыты делали. Хотя, те же самые опыты в ГУЛАГах, так само людей давили, издевались над людьми, над миллионами, больше, чем гитлеровская Германия, в советских ГУЛАГах. Но победителей не судят. И поэтому текали нацистские преступники в Аргентину, и там их прятали, прятали. Ну, конечно, кагибистская машина тогда работала, опиния международная была как бы на стороне Совка, и поэтому их там все-таки как-то ловили. Потому что там, ну, в натуре реально были преступники. А тут олигарх заберет свои бабки, утечет на Каймановы какие-нибудь острова, скажет, меня преследует хунта, смотрите, что пишет путятинская пресса. И все скажут, да, 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 вот нам Путин как даст газу, да, Украина плюхая. Потому что матемировка у них, у этих людишек, этих стран, далекая вообще от реальности, те, которые происходят в Украине. И как ты будешь давить на ту страну? Войной пойдешь на нее, да, спецслужбу нашлешь? Такую спецслужбу, когда они вообще отморожены там, они даже на Фалклендские острова, на Грейт-Виттен напали в свое время. А тут Зеленский послет им спецслужбу, какие-то острова будут ловить, и будет говорить, что это вор-олигарх, а тут, а ты докажи, а да, ты несправедливый, и вот он, гоняешь. И всех нафиг пошли вы, служба. А тут коллапс экономический, потому что они вывели свои капиталы деньги. То есть вывели те деньги, которые остались еще. Потому что это же валютная, долларовая масса. Там же не в Римнях на офшорах бабки лежат. И нехватка валюты. И вот вам раздача, как сейчас МБУ, Нацбанк Украины, скидывает доллары. То есть скидывает валюту на рынок, чтобы доллар дешевел. А стоимость Бигмака остается прежней. Тарифы, вся эта херня остается прежней. И что толку от супер дешевого доллара? То есть какой толк? Какие понты от подешевевшего доллара немного? Антимонопольные комитеты не работают. Все равно продукты остаются в тех же ценах. То есть дорогие. Жизнь и споживший кошек тоже дорогие. То есть тут не то, что комитеты. Тут судьи выпускают воров, бандитов, которые вырезают лес Харькова подчистую. Себе на карман, на бабло. То есть чистые преступники, которые в совке, ну, если были бы не свои, не коммуниатские, которых нужно приховать, утайнить, то просто расстрел нафиг, расхищение государственной собственности. А тут, прошибардзо, шпаляет, не боясь, суды их выпускает. Милиция ловит по просьбе, по шумихе. Не то, что взяли и поймали по сообщению граждан, а тут по многостократным сообщениям уже президент Украины нынки летал над этими вырубками. И они доперли, что нужно посадить. Посадили, суды выпустили. То есть о каких комитетах антимонопольных реч, когда воры Уркаганища, воры в законе, аферюги и политические аферюги, проститутки политические, ради всего своего бабла приходят к власти. Кто их выбрал? Народ же их выбрал. Фельдман же пришел к власти. Узурпатор Тетушечный Барабашова. Тогда, когда при Януковиче ходил вот так на циклах, всех боялся, текалят всех. И вот Чмариля, он вынужден был ехать, будучи до этого в партии Юлия Тимошенко, он ездил под ЦКБ, и там лил грязь, брут на Юлию Тимошенко. То есть, ну, подлость чистой воды, ну, чистоганом, гнидность и подлость. И он выигрывает на выборах. Это ж народ, это ж народ его выбрал. То есть, выясновок напрашивается сам за себе. Еще получается, что народ голосует за тех воров, которые обворовывают этот народ. Значит, народу так нравится. Значит, он или до беспредельства туп, ленив, алчин и тому подобных грехов масса. Или народ просто, по своей сути, лакейский. Он хочет, чтобы его постоянно дрюкали, издевались, тортуровали, грабили, аферы всякие вкидывали. Значит, это его прет. А потом он за сериалы снова идет голосовой. То есть, получается, что такой народ любит такие всякие ребусы разгадывать. Получается, что олигарх Порошенко имел свой пятый канал, и до сих пор его имеет. И сделал с этим пятым каналом, с народом, якобы патриотическую, критическую массу. Да. В одно время так оно и было. Но потом эта вся критическая масса скурвилась. Не вся ж, конечно. А та часть, которая пошла гуськом за Порошенко, за вором, за олигархом, крадеем, котловаром и тому подобное. Ну, сколько можно перечислять. А Коля Умойский посмотрел на этот, репу почесал и подумает, о, нифига себе. Сейчас мы создаем экс-сериал. Дабл-мимикрию пятого канала, только с более точной наводкой на душу человеческую, на его перцепцию, на его восприятие, на его, то, что он ведется, как он хочет быть лохом. То есть, на художественные сериалы. И вот, получается, что Порошенко довел до полнейшего отчаяния народ Украины. И народ Украины проголосовал за Зеленского. И я тоже голосовал. Но уже два месяца нифига не происходит. Но, как видится, в принципе, и нифига и не произойдет. Потому что нет инструментов воздействия на этих олигархов. И нет политической воли. Но актерское искусство, мистецство есть как и у Порошенко, так и у президента Зеленского. До этого героем сериалов. Очень классный актер. Супер. Только вот быть Саакашвили, реально играть роль Саакашвили, у него не получается пока. Потому что там нужна еще более воля. Не просто сериально-художественно. А реальная воля. Там, где нужно рисковать. И своей семьей так же. До этого народ выбирал тех, которые рискуют им. А потом пьет шампанское. Кто не рискует, кто не разыкует, то не пьет шампанское. Вот народ проголосовал за тех воров, которые им прорисковал, этим народом. А потом этот олигарх на лоховском этом народе пьет шампанское. А этот народ снова голосует за подобных. Которые в следующей серии сезоны. То есть девочку этого ребенка еще понять можно. Она там за Деда Мороза, за тех, кто в классе крутой, поза класса. То есть это ее мир, класс, дом и т.д. Little world. Но если родители уподобаются ребенку, то понятно, что за ребенком стоят родители. Они его будут оберегать. А кто родителей будет оберегать? Если они, те родители, голосуют точно так же, как и дети. А взрослый мир, он же ж таков, жестокий. Прошляпил все в яме, вздыхай. По тебе только пройдут протопчатся. И люди этого до сих пор понять не могут. Для них феерия, образы, визерунки, дороже собственных детей, жизней, они аналитически не могут думать. Одна единица общества, сообщество не может аналитически соображать, как единое целое народ страны. Хотя бы, хоть как-то там геополитически соображать. Этого на это народ не способен я надеюсь еще. То есть кто-то ж дозволил этим ворам баллотироваться, баллотироваться, а не сидеть на нарах. В мэры, в депутаты и тому подобное. То есть получается кто это дозволил, как не как не Порошенко, а кто как не Коломойский уже вот буквально недавно говорит, что он поддерживает и гепу, он поддерживает и опоблеки, он поддерживает из-за життя, то есть всех он поддерживает. Помнится также интервью Ходорковского, который в свое время то есть он сейчас даже даже сейчас после отсидки рассказывает, что он поддерживал и до сих пор в принципе как-то не жалеет, ну то есть не хочет уже аж так себя как признаваться, что он лоханулся просто. Говорит, что он поддерживал и коммунистам деньги давал с Юкоса. Интересно. Нефть российская, а деньги давал ну ладно. Частная компания делай, что хочет. То есть и тех, и тех, и Жириновского поддерживал либералистов херистов всяких. Короче, Лимоновцев еще каких-то имбецилов поддерживал. То есть всех доподдерживался и очутился в тюляге. Называется доподдерживался. То есть не то, что там Ходорковский, но люди Тель-Авивской закваски. Не Хабадской, а просто Тель-Авивской. Они так думают, для них так выглядит, что если они поддерживают тех и тех для баланса системы, чтобы оппозиция была, а какая такая оппозиция, блин, храппозиция, воровская или коммунистическая, будь какая, им похрен. Главное, чтобы те, которые пришли, они не обладали супер властью, а теперь вот супер власть, только она сериальная, она как комиксная по каместь.